Пишите про звук. Так, админы, админы, come to me, please. Смотрите, смотрите за звуком. Не уходите, пожалуйста. Пишут, у меня нет звука. Тоже нет. Дайте людям звук. Дайте стране звук. Звук есть? Пишите, есть звук. Все, звук появился. Звук появился. Придется повторять еще раз. Прошу прощения за маленькую задержку, потому что у меня сегодня вечерний прием. Вечерний прием в Геленджике. И там было очень много вопросов по весеннему детоксу у молодого человека, которому 28 лет. 28 лет ему. И он имеет 18 килограмм лишнего веса. У него проблема такая, что заклинили позвонки, заклинило. Стерлись диски. Ну вот такая у него была работа. Но основной момент какой? Минус, вернее плюс, 18 килограмм веса лишнего. И вот это вот его, конечно, все здоровье у него пошло на смарку. Вот из-за этого момента. Поэтому прежде чем что-то сделать, мы, конечно, поработали руками, но прежде чем что-то сделать, нужно убирать эти 18 килограмм. Что это такое 18 килограмм? Это не мышцы, не кости, не связки. Это именно слизь в организме. Если можно, закройте, пожалуйста, окошечко. Ну вот. Слизь в организме. Вот. Да, закройте, чтобы тихо было вообще там полностью. Вот. Которую нужно выгонять, пока мы не приведем в норму тело, мы не сможем наладить все нормально обменные процессы. Вот. Поэтому основная задача у человека привести в норму его соотношение вес и его внутреннее состояние. То есть энергетика человека будет зависеть от правильной распределенной пропорции массы тела. Мышцы, кости, связки, суставы. И больше ничего. Жира должно быть примерно 2%. Вот норма человеческого существования. Как только увеличивается количество жировой ткани, увеличивается количество килограммов, задерживается в организме жидкость, чтобы разбавить вот токсины. Сейчас будем говорить, что это такое. Так сразу же нарушаются все нормальные процессы метаболизма. Что такое метаболизм? Метаболизм – это превращение одних веществ в другие. Это постоянно идет в нашем организме. И тогда мы с вами получаем энергию из этого превращения. Вот так мы и живем. Энергию тратим на жизнедеятельность. А дальше мы должны снова это все пополнять. Свои запасы, чтобы быть здоровыми, счастливыми, чтобы мы могли что-то в жизни добиться. Что такое токсины? Токсины. Как вы понимаете, токсины можете написать. Я сразу прокомментирую. Потому что некоторые считают, что токсинов у нас в организме быть не должно. Откуда возьмутся токсины? Есть такое распространенное заблуждение, что токсины – это не к нам. На самом деле смотрите, какая ситуация. Токсины они постоянно образуются в нашем организме из-за метаболизма. Так устроено. Даже в идеальных, в самых идеальных условиях, если мы идеально питаемся, дышим идеальным воздухом, все равно образуются. Но они должны вовремя выводиться из организма человека. И давайте дадим четкое определение токсинов. Вы уже слайд показываете, да? Нет, пока еще рановато. Чуть-чуть. Пока нет. Пока рано. Вот. Четко токсины. Что такое токсины? Это недокисленные продукты метаболизма распада веществ. По-научному это звучит так. По-простому, как принято у людей разговаривать в народе, это называется шлаки. Еще раз приведу маленький пример. Когда вот едешь из Краснодара в сторону, из Ростова в сторону Краснодара, там справа остаются такие шахты. Вот. Там рядом Шахтинск и так далее. Вот такие города. Там уже Украина рядом. Вот. Ну, такой вот местность такая. Там прямо видно такие вот отвалы, какие-то горы такие вот. Какого-то шлама. Вот. Вот в представлении моем, да, вот это вот так и есть. Вот. Представляете себе, да, что завод поработал, да, что-то, руду какую-то он переработал, полезное взял, а дальше вот этот шлам, он выкинул. Вот у нас точно так же. Мы такие же станции по переработке, такие же фабрики, такие же заводы, но органы выведения у нас из организма шламов, токсинов, это что такое? Это. Пишите. Проверим сейчас ваши знания. Анатомия и физиология. Это все нам преподавалось на уроках биологии в школе, в средней школе. Пишите органы выделения. Это очень важно. Я пока пойду, дальше пока. Пойду. Так вот, у современного человека основная проблематика в том, что токсины, они же шлаки, вовремя не выкидают организм, не выводятся. Почему-то они застревают. застревают в организме и происходит их накопление. То есть, как бы затоваривание. Затоваривание вот этими отходами. Отсюда они начинают где-то складироваться. Где? Почки и желудок. Пишите еще варианты. Пишите, пишите все. Потому что мы здесь собираемся на вебинарах, чтобы не просто послушать. Послушать можно в ютубе очень много всего послушать. Здесь у нас интерактив. То есть, вы включаете свой мыслительный процесс. Это самое главное. Современный человек нуждается в активном мышлении. Не в пассивном, потому что пассивного очень много. Согласны? Пассивного очень много. мозг развивается только тогда, когда он включается в работу. Включайтесь. Это очень важно. И запаковываются в разные органы. Когда вы поймете вот эти вот вещи, вам станет ясно, почему одна больница потовые железы, кожа, слезы, лимфа, кожа. Отлично. Молодцы. Пишите дальше, пишите дальше. А теперь я вас попрошу написать. Все правильно, но напишите, пожалуйста, по ранжиру. То есть, какие самые главные, самые важные. Первое, второй, третий, четвертый, пятый. Вот так вот поставьте их по местам. Почему поликлиника многопрофильная, разные кабинеты, больница многопрофильная. Я в Кирове работал в многопрофильной больнице, областной больнице. На разных этажах разные отделения, разные корпуса объединены на одной площади, большая площадь. Потом мы открыли свой частный медицинский центр, тоже многопрофильный, разные кабинеты, разные таблички, разные доктора. Входят люди, своими проблемами. И у кого сустав, они идут в один кабинет, у кого желудок, они идут в другой кабинет. Ну а теперь подумайте, вот может быть корни, корни причин, они одни. Когда мы начнем мыслить вот так вот, отматывать в самое начало, мы поймем, что действительно это было изначально, это были вовремя невыведенные шлаки из организма. И они где-то запаковались. У кого-то они в сустав запаковались, у кого-то они запаковались в желудок запаковались. И заболел желудок. То есть, они вовремя не вышли. В суставы вовремя не вышли. То есть, все пациенты, которые приходят в поликлиники, больницы, это люди с невовремя выведенными шлаками или токсинами, кому как нравится, из организма. Пожалуйста, кто конспектирует, прямо запишите это. Соответственно, все мы с вами можем либо попадать в это состояние, либо из него выходить. Это как, знаете, бывает сейчас, ну, как бы немножко скучно людям жить, и какие-то появляются, даже у нас, в Минжике вот идешь, да, такой аттракцион, комната страха. Да, это страшное явление, понимаете, комната страха. У нас этого и так полно. Что туда еще там ловить-то? Так вот, это примерно то же самое. То есть, ты можешь зайти туда, да, а можешь туда не заходить. Это выбор твой. Всегда человеческий. Твой выбор. Значит, почки, лимфы, лудок, ЖКТ, печень, почки, кожа. Давайте теперь запишем правильные, правильные, вот, классифика, последовательность, правильную последовательность. На первом месте, смотрите, почки и кишечник. Субтитры создавал DimaTorzok звук пропал на первом пункте. Сейчас повторим. Ничего страшного. появился звук. Отлично. Значит, на первом месте почки и кишечник. Их нельзя поставить что-то на первое, что-то на второе, потому что это так устроено. И почки с мочой, и кишечник со стулом вводят у человека токсин. В норме так должно быть. И этого должно хватать. Если это эти два клапана канала по выведению не срабатывают по какой-то причине, появляются проблемы на коже. Потовые и стальные железы. Почему пот начинает резко пахнуть? Резко, неприятно. Почему становится его много? Кто занимался спортом? Прекрасно знаете, да? Бежим мы все в группе, на 25 бежим, допустим, у нас такой, да? Тренировочка такая. Кто-то начинает интенсивно потеть, 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 а кто-то бежит спокойно и не потеет. Вот в чем причина, да? Просто у кого-то хорошо вывелись, у кого-то нет, у кого-то они включаются вот сейчас вот так вот. То есть была задержка лимфы в организме, жидкости, и сейчас во время тренировки организм чистится. Вот и все. Значит, на втором месте, на третьем месте будут у нас легкие, выдыхаемый воздух. Выдыхаемый воздух. Все знают, что когда человеком пахнет нехорошо, значит, это нехорошо пахнет. Вот. На четвертом месте будет у нас желудок. Там кто-то указал желудок. Да, действительно желудок. Как это проявляется? Как токсины выходят через желудок? Напишите, пожалуйста, мне. Как токсины, шлаки выходят через желудок? Это очень важно. Вот. И на пятом, на шестом, на пятом месте мы поставим что? Мы поставим, как бы вам вот, может быть, странно это не показалось, но трещины на коже. Когда возникают различные мацерации, экстритутивный диатез, либо какие-то высыпания, расчесы, то есть, вот таким образом токсины пытаются покинуть, покинуть, покинуть организм. Образуется вплоть до трофических язв. На прошлой неделе привозили ко мне, помните, да, антроник привозил из Краснодара как раз мужчину с 38 лет, молодой мужчина, две трофических язвы. Одна ноги, другая, одна спиня, области поясницы. Огромные трофические язвы. У мужчины плюс 30 килограммов лишнего. То есть, в данной ситуации, конечно, организм начал чиститься таким образом от вот этих населяющих лимфу, шлаков, токсинов, а с ними и бактерий, вирусов, дальше будем это все разбирать, и грибков. Под номером 3 повторите, пожалуйста, еще раз, печень, почки, извиняюсь, кишечник и почки ставим на первое место, на второе, кожа, вот, потовое, сальное железо, на третье место мы ставим выдыхаемый воздух, выдыхаемый воздух. На четвертое место мы поставим слизистые носа, то есть, когда возникают риниты, гаймориты, ну, короче говоря, сопли, выходят, вот, что такое сопли, знают все, вот, входит слизь. это четвертое месте, и на пятом месте это вот, получается уже, там, так, выдыхаемый воздух, легкий, выдыхаемый воздух из легких, вот, тоже с выдыхаемым воздухом, вот, на штое место тоже трещины на коже, вот так вот, так вот, бывает, то есть, трофические язвы. Значит, кто занимался лыжами, допустим, особенно это хорошо знают лыжники, кто бежит, там, ну, километров, там, на 10, 12, 15 и так далее, на морозе, то есть, холодный воздух, да, и тело-то закрыто, то есть, оно не очень, как бы, потеет, слизь начинает выходить, что, через чего, через нос начинает выходить, да, слизь начинает просто, вот, прямо, человек сморкается, то же самое, да, бывает с бегунами, то есть, побежал, бежал, о, и начал сморкаться, раз, раз, то есть, так вот он шел, так вот он сидел, допустим, ничего не делал, слизь не шла, а тут прямо, и выходит через нос, то есть, открылся клапан, это очень хорошо, организм просто использует, возможность, дополнительно вывести, вот, но, на самом деле, должны работать, первые два клапана, первые два канала, почки и кишечник, значит, напишите, пожалуйста, как желудок-то, помыслите, пожалуйста, какие ваши предположения, как через желудок организм чистится, это ненормальный способ, нормальный способ, только почки и кишечник, ненормальный через желудок, льется потоком, знакомым, перебегивая лыжи, отлично, молодцы, вот, значит, полилось, молодец, вы почистились, значит, вы не заболеете, вам незачем болеть, будет, почему, потому что клетка, сама хватает вирус, чтобы ей почиститься, когда она не может это сделать другим способом, когда организм настолько зашлакован, клетка, вирус призывает, давай, войди в меня, почисти меня, ну, что, хозяин мой вообще про меня забыл, и тут что человек, он лежит в постельке, он уже ходить не может, он есть, не ест, да, пьет он мало, он по большому счету только чистится, через пот, профузный пот, через температуру, интерферон там вырабатывается, ну, это вот такой способ, кто, как говорится, не понял, да, для тех, кто понял, они чистятся нормальным способом, вот, тошнота, правильно, только не через рвота, совершенно, совершенно верно, молодцы, вот это бывает, знаете, когда иногда вот, после каких-то, обильных там возлияний, вечеринок, там еще какой-то, но утро, что возникает, утром человек встает, пойдет чистить зубы, и у него прямо тошнота, вот, у некоторых бывает даже, оп, в этом случае, знаете, не идите против приводы, попейте воды, и сделайте простое, чистящую процедуру, два пальца на корень языка, пусть это все выйдет, слизь, у нас кишечник устроен, гениальнейшим образом, весь желудочно-кишечный тракт, он не только всасывает, в одну сторону, да, там, из, из просвета, он, он из организма, туда тоже, чтобы все это вывести, но если каким-то, по какой-то причине, перистальтика не работает, а у современного человека, это, основная проблема номер один, плохая перистальтика, плохая работа, всего кишечника, особенно нижних отделов, сигмовидной кишки, очень много сигма-эдитов, то все это, так-так-так-так-так-так-так, подтягивается к верхнему, потому что у кишечника, как вы представляете, есть только две, две, дырочки, начальная и конечная, если конечная не может выйти, тогда он чрезначальную, он туда подтаскивает организм, чтобы, на, то есть человек, пожалуйста, сделай это вот, выкинь все это из меня, многие что делают? Делают какую ошибку? Тошнит, тошнит, пойдут, что они сделают? Пишите, что этого не делают? А? Кофе пьют. Вот так вот. Кофе это очень сильно закисляющий продукт. То есть, да, конечно, они заглушат, вот это вот, позыв этот, но, на самом деле, нанесут себе очень большой вред. Это то же самое, как бег на лыжах. Но если поступила вам тошнота, но сделайте вы это. Вот, а еще лучше, конечно, послушайте вебинар, запишите все это, и не попадайте в такие ситуации, чтобы нужно было вам, значит, вот, чиститься через желудок. Но вы правильно все написали, вот через тошноту или через рвоту бывает. Так, откуда берутся токсины? Токсины берутся. Записывайте. Первое, пища. Второе, воздух городов. Это, что у нас там, воздух городов? Это колпаки. Понимаете, города, колпаки сейчас, накрыты смогом выхлопных газов. Автомобили. Такого количества автомобилей не было никогда. Вот, на душу населения. Дальше. Очень много в пищу попадает. Откуда попадает пища? Это гербициды, это пестициды, это гормоны роста, это антибиотики, которыми, значит, ну, пытаются как-то выровнять там ситуацию, либо массу прибавить побыстрее, производственную массу, да, либо это как-то уберечь там поголовье от чего-то там, какие-то тоже инфекции, вот таким путем, да, когда они скучены, скучены, это большое производство, когда, в принципе, они особо-то не ходят там, это неестественный выпуск, вот. И корма. Пищевые цепочки сейчас короткие, очень короткие пищевые цепочки. Что такое длинная пищевая цепочка? Это когда? Опять, так, проверьте, тут он там про это, про эту говорит. Вот, звук есть? Он тут начал говорить. Я при тошноте, сода плюс лимон, на кислота, ввода, ввода, делаю щипучку и запиваю залпом. Помогает снять тошноту. Можно ли так? Ну, конечно, можно, но вам надо проанализировать не то, что как делать, а как избежать этого вообще. Так ведь, да? Смысл-то. Но, честно говоря, сода плюс лимонная кислота, это кислота и щелочь, это вообще реакция нейтрализации. Вот. Так делать не совсем правильно, потому что, либо мы должны лимонную воду принимать, либо мы должны щелочную воду. То есть, вместе их в стакане-то не нужно проводить нейтрализацию. Нейтрализация должна быть в организме человека. А поскольку у нас кислота в организме в основном накапливается при зашлакованности, при избытке токсинов, потому что все токсины это кислота. Токсин равно кислота, запишите. Он по шкале PH всегда закисляет. В этом случае нам нужно что принимать? Комплекс лечных минералов, чтобы ощелачиваться. Ни в коем случае не соду. Соду уважаемый академик Нюм Увакин, молодец, конечно, но он писал про соду, когда не было комплексов минералов, давно было. Если вы оказались где-нибудь на Северном полюсе в экспедиции, у вас под рукой только сода пищевая, и вам плохо, потому что вчера вы, ну не знаю, там что-нибудь отмечали, какое-нибудь важное событие, да, тогда, конечно, возьмите соду, разведите. Но, если вы в нормальных цивилизованных условиях, для этого я сейчас щелочные комплексы минералов. Какой комплекс? Напишите, пожалуйста, кто знает наилучший состав минералов, который призван в Европе. Лучший состав, напишите, пожалуйста, делает Германия. Пишите. Вот. То есть, сода, лимонная кислота, это вообще, ну, про баланс, молодцы, все правильно. Лучший состав щелочных минералов. Так и написано. Важнейшие щелочные минеральные соли. Перечислим их. Кальций, калий, натрий, магний, кром, молибден, медь. Еще кремний, еще железо, вот, тоже входят в группу щелочных минералов. Откуда они берутся на щелачивание? Они берутся из запасов, из буферных систем. У нас четыре буферных системы. Гемоглобиновый буфер, фосфатный, карбонатный и белковый буфер. Вот оттуда берутся. Буферные системы распределены равномерно. В костях, в связках, в дисках, да, в волосах, в зубах, в ногтях, и так далее. Вот. Поэтому, когда у человека стресс какой-то на подушке, у него остаются утром, что остается на подушке, напишите, пожалуйста. Ну, сейчас я, конечно, принимаю про баланс и пищеварение прекрасное. Раньше его не знала. Ну, молодец, молодец. Раньше, много чего мы не знали раньше. Мы, честно говоря, немножко по этой системе вообще отставали. У нас почему-то всегда вот в нашем Советском Союзе еще такие пищевые привычки были. Те, которые, в принципе, сейчас нельзя никак дальше. Вот. Рассказываем, откуда они берутся и как удаляются из организма. Пищевые цепочки, атмосфера. Я уже в этом рассказал. Вот. Не админы показывают, что время тут я задерживаю. Вот. Они себя слушают. Но, но надо двигаться дальше. Пищевая цепочка, когда она длинная, это рачки. планктон, планктон, рачки, потом, нет, планктон, дафни и рачки, рыбки маленькие, рыбки большие, анчоусы, а потом уже хищные рыбки. Хищные рыбки попадают к нам куда? На стол. Уже в виде тунца, макрелии, сай, скумбрии. Хищные рыбы. Все хищные рыбы. Порель, хищная рыба, семка, хищная рыба и так далее. Мы этим, как бы, люди питаются. Но если эту форель или эту семгу выращивали в искусственных водоемах, то им корм привезли туда. В чем? В чем привезли корм им туда? Александр, подсказывайте. В мешках. Корм в мешках привозят туда, высыпают. И рыбы что? Они готовые уже потребляют. Это очень сложно. Поэтому покажите, пожалуйста, следующий слайд. волосы, волосы, точно, 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 волосы остаются. Почему волосы остаются? Потому что, вот смотрите, вот это у нас, вот это у нас волосяная луковица. Вот она, волосяная луковица. Когда волос крепкий, там полно минералов, волосяной луковицы, там все хорошо. Но когда есть стресс, организм забирает из волосяной луковицы минералы на ощелачивание этого стресса, на нивелирование этого оксидативного стресса, и волос становится каким? Хилым. Вот и все. Поэтому это признак стресса. Седые волосы признак стресса. Минералы забрали. Волос оставил, но минералы забрал. Или на подушке оставился, и остался волос. Потому что нет сил держать. Если не все, забрал, чуть оставил, силы держать есть, но он посидел. Вот причина такая. То есть, читайте правильно процесс, который происходит. Трихология, да, она развивается. Развивается очень хорошо трихология. Они все очень так начинают. Про волосы там, да, но на самом деле нужно не про волосы, а про что? Про внутреннюю среду организма. Про ощелачивание. Про удаление токсинов и ощелачивание. Вот. Атмосфера закисляет, да. Но на первом месте, товарищи, не пища, не воздух городов, да. На первом месте стоит стресс. На самом деле. Метаболиты гормонов, адреналин, норадреналин, кортизол. Это то, что должно срабатывать по такому принципу. Бей или беги. То есть, человек должен совершать действие. Он или убегает от опасности, или он вступает в бой. Два варианта. Современный человек, испытывая стресс, остается где? Пишите, где он остается? Вот. На букву D. Стресс испытывают, где у нас люди? На букву D или на букву K? В диванах или в креслах? Или еще за сидением автомобиля? Полно стресса. Но человек не двигается. И получается, что гормоны выбрасываются, а их метаболиты это все развод. Развод чего? По волосам? Вот. Значит, это идет если написали развод про нас, то тут его админ уже удалил. Развод чего? Доктор выступает, послушайте. Пусть идет этот самый телевизор слушает. Вот. Значит, если организм не двигается, то метаболиты гормонов очень сильно повреждают наше тело изнутри. Вот продукты распада адреналина, норадреналина и кортизола они закисляют в тысячи раз сильнее, чем продукты питания или воздуха родов. Вот сейчас об этом уже начали говорить превентивные медицины. Поэтому основная задача у человека перевести дистресс, разрушающий стресс, в созидательный стресс, эюстресс. Читайте Ганс Селье, его труды по стрессу великий ученый, первый изучал стресс, Ганс Селье, почитайте его труды, очень интересно. Так, Оливье, простите, что такое Оливье, просто спам, напишите в ответ спать. Александр, это случайные люди или что там? Случайных людей надо просто сразу же, что они тут делают? Это же неинтересно, наверное. Как себя чувствует зашлакованный организм? Вот посмотрите, пожалуйста, вот это колония, колония на снимке, колония кандид, которая заполонила ворсинки кишечника. Вот это зеленое, всем видно, да? И она, мы видим только часть, это пленка, под которой сидит колония, это вредные, простейшие. когда в кишечнике создаются огромное количество таких пленок, то всасывательная поверхность резко уменьшается. Соответственно, питательных веществ поступает в организм меньше, но под пленками образуются токсины, которые кандида это производит. Как себя может чувствовать такой человек? Он будет чувствовать себя уставшим, будет чувствовать себя истощенным, раздраженным, невыспавшимся и будет развиваться у него анемия. Потому что будут на ощелачивание расходоваться не только кости, вот минералы из костей и связок, но также будет еще и гемоглобиновый буфер расходоваться. А гемоглобиновый буфер это распад ретроцитов. Оттуда будет забираться железо, поэтому будет развиваться анемия. Мышление тоже будет очень такое, скажем, как это назвать-то, слабое, ослабленное мышление. Вот. И могут быть даже на этой почве какие-то межличностные конфликты, потому что люди могут другого недопонимать. Такое бывает. Можно следующий слайд? Вот. Посмотрите, пожалуйста. Это уже более такая картинка более явная, когда канидозный процесс вышел уже в лимфу. Вот мы видим здесь лимфа и межклеточное пространство, где уже видны эритроциты. то есть идет зашлаковывание то, что находится между клетками организма. большие такие вот нити, вот нити видно, да? да, 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 вот нити, 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 да, да, нет, 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 вот, если можно, да, вот сюда, это можно убрать? Это как раз у нас, да, эритроциты. Вот. Ну, в общем, нити видно, видно нити, вот, это нити, это кандида, которая вот пленочками она связывает, друг другу связывает, и вот эти самые основные задачи обрубить эти нити у человека, вот, в смысле в организме у человека, тогда это будет, кандида потеряет свою силу, вот, следующий слайд, вот, и тогда начнется нормальный процесс пищеварения. Вот здесь вот коричневая, коричневая, это вот она, вот здесь вот, да, это, это, ну, плохо переваренный такой пищевой, вот она, пищевой, скажем так, какой-то, ну, комок, не комок, но какая-то вот пищевая такая структура, да, плохо, плохо переваривается, и поэтому она облепляется огромным количеством, опять же, болезнетворных бактерий и кандиды, которые как раз питаются на плохо переваренных остатках пищи. Вот, вот когда мы с вами не болеем, у нас все хорошо, у нас органы розовые, слизистые, хорошего качества, лимфа течет, чистая в организме, мы себя чувствуем хорошо, в принципе, мы про организм даже и не думаем, мы не знаем, где там у нас что-то болит, не болит, мы живем нормальной творческой жизнью. как только в организме начинаются проблемы, ищите вот этих вот, вот, вот этих вот, что тут нарисовано, потому что как только идет зашлаковое ванье, тут же организм разбавляет шлаки водой. Это вот как ситуация, пол помыли, плохую воду вылили, а здесь человек не может вылить эту воду по какой-то причине организм, и он разбавляет ее новой водой. Что происходит? Происходит накопление слизи, вес увеличивается, свежка жидкости идет. Слизь это грязная вода, и в ней развивается эта прекрасная почва для развития бактерий, вирусов, простейших грибков и паразитов. Они живут не только в кишечнике, они живут еще и в лимфе. Почитайте об этом, это полно информации на ютубе сейчас, в интернете, что такое паразиты, есть ли они или победили мы их окончательно в 50-е годы, как мы думали, что уже этого нет. Есть, товарищи, это все есть, по полной программе этот процесс идет. И, конечно, очень сильно они влияют на самочувствие человека. Очень сильно. Так, следующий слайд, пожалуйста. на сколько минут должно быть между приемом гелиалой и пробалансом для научного эффекта. Так, вы знаете, вообще, рецептов по тому, как принимать, очень много. Нужно смотреть, что вы хотите вообще, что у вас, либо вы на этапе чистки, либо вы на этапе на освещение, либо вы на поддерживающей находится этапе. Вот в каком случае. Обычно для ощелачивания минералы вообще их разводят в воде, потому что минералы должны поступать к нам с водой или с пищей. Лучший вариант, если их растворять в воде. Соответственно, еду мы не запиваем водой, поэтому минералы щелочные, они до приема воды принимаются. А гель, он содержит энзимы, пищеврительные ферменты, которые помогают лучше перевариванию пищи. Поэтому его лучше за 15-20 минут до еды. Соответственно, минералы между приемом пищи, растворенные в воде, гель за 15 минут до еды. Но, если вы находитесь на стадии уже поддержки, тогда, или насыщения, тогда вы можете просто что сделать? Минералы принимать с едой, как они должны поступать к нам. Тогда за 15 минут до еды гель, а минералы во время еды. Это допустимо. Так, Значит, что человек здоровый чувствует? Ну, здоровый человек видно сразу. Он полон сил, энергии. неудобно. Вот. Но, когда человек с температурой, он думает только о своем внутреннем состоянии. У него наступает озноб, у него наступает першение в горле, у него наступает ну, а зябкость, похолодание, конечностей, и любой сквозняк его начинает выводить из целью равновесия. И человек слег. Вот. Куда он слег? Он пошел отдыхать. Он пошел чиститься. Больной человек это человек, который выбрал такой способ чистки. Запомните это. Способов чистки мы уже перечислили выше. Огромное количество. Через кишечник, через почки. должно все выводиться. Там еще, простите, кто-то, я не указал, не остановился на этом вопросе, кто-то написал еще печень. Да, действительно, печень это орган детоксикации. В печени что происходит? Питательные вещества, они всасываются, часть накапливается в печени, витамины, минералы, они в печени накапливаются, а часть выводится через желудочный пузырь. Но желудочный пузырь опорожняется в кишечник. Он сам по себе не имеет выхода наружу. Он в кишечник. Дальше, смотрите, печень дифференцировала плохие вещества от хороших, хорошие забрала, плохие вывела желчь. Но, если кишечник дальше не работает, нет перистальтики нормальной, то желчь не будет выходить наружу, печень не будет чиститься, будет что, застой желчи. Часто мы это видим с плосшей рядом. Что мы начинают назначать? Желчегонные препараты. Это большая ошибка. Пока вы не восстановили пассаж кишечнику к перистальтику, нет никакого смысла назначать желчегонные препараты. Это опасно. Так как из желчного пузыря токсины вышли наружу. И что с ними произошло? Они просто осели на стенке кишечника. Откуда берутся полипы? Полип это вырост слизистый, который просто хочет вырваться из зашлакованного уже пространства. Вот к чему это может приводить. Может ли человек полностью чувствующий себя хорошо удаться в программе детокс? Конечно. следующий слайд. Конечно. Потому что это чтобы себя чувствовать хорошо, а не так, как при ослабленном иммунитете. Он становится прямо очень легкой добычей такой человек ослабленный. Ему нужно делать постоянно выводить слизь. Спортсмены, бегуны, обычно спортсмены, которых таких видов спорта, где дистанция, где нужно попотеть. В принципе любой спорт это попотеть. Но они практически не болеют. Почему? Да потому что они вовремя выводят все это наружу. Нехороший лимфодренаж. Если не через кишечник, через мочу, через пот они выводят, они пользуются дополнительными клапанами. То есть у нас основные клапаны кишечник и мочевые пути дополнительные это кожа, это легкие, это слизистые носа, вот таким вот образом. хоть так, хоть так, но они это все включают. Берите с них пример. Есть такое понятие, как КПД здорового человека. Составляет себя организм, составляет порядка 100%, ну, должен давать КПД, давайте так возьмем, если человек имеет 80% этого КПД, тогда в принципе он себя чувствует хорошо, он нормально, живет нормальной обычной жизнью. Но когда идет снижение до 60, до 50, в этом случае организм просто не тянет. Поэтому очень важно ответить на вопрос, какой КПД вашего сегодняшнего состояния. Напишите, пожалуйста. пробаланс я видел растворяют в воде и берут с собой как питьевая вода в дорогу. Совершенно верно. Это если вы находитесь на стадии либо очистки, либо на стадии от ощелачивания. Когда я иду в горы, я беру с собой пол-литра всего лишь водички с этим пробалансом. Со мной идут ребята, которые берут полтора литра, но они обливаются потом, пьют постоянно и им не хватает. Мне хватает пол-литра, потому что при интенсивной работе организм нужны не просто вода, а минералы, которые выходят с ним. На какое количество воды и сколько таблеток растворять? Стадию очистки 3 таблеточки растворяем на пол-литра воды. И так 4 раза в день. Итого 2 литра. Есть у нас специальный марафон. Кому интересен наш подход регистрируйтесь на этот марафон. начнем его, когда мы начнем? В марте уже, начнем? Начнем в марте. Будет он длиться месяц, очень будет интересная программа, и мы с вами прокачаем себя по навыкам, по знаниям, прямо под запись. Там будут масса вопросов из моей практики. Я рассказываю только свой клинический опыт. У меня нет телевизора, у меня нет времени на интернет, практически не смотрю ничего, потому что достаточно своего опыта, и поэтому будем рассказывать, здесь разбирать случаи, конкретно ваше случае будем разбирать. И вот тогда мы с вами лишнего веса, у кого есть лишний вес, то за этот месяц 3-4 килограмма у вас, я гарантирую, просто как их не бывало. Но для этого вы должны быть сосредоточены и понимать, что большая работа будет вами проводиться, и мы вам будем только помогать. Если вам это подходит, давайте с нами. коронавирус попросили рассказать. Вот что такое коронавирус. Посмотрите внимательно. Это такая клетка, которая живет своей жизнью, у нее своя задача сделать себе подобных как можно больше, но при этом не потратив собственной силы. У него нет своих ресурсов, поэтому она должна куда-то прицепиться и начать клонировать самих себя подобных. Это вирус РНК, очень простой, но поскольку у него видите огромное количество всяких этих выростов, к нему очень сложно подобрать иммунитет, не может подобрать к нему сразу ключика, чтобы его обезвредить. Хотя это знаете, коронавирус не вчера появился, он давно был, и такие вирусы это как вирус гриппа, а может быть это и есть вирус гриппа по одним данным, который просто очень хорошо мутирует, но на самом деле не гоняйтесь за вирус, вы его не перехитрите никогда, нет специальных средств, которые вы уберегли от этого либо от другого вируса, укрепляйте свою иммунную систему, укрепляйте мембраны клеток, я уже рассказывал, что если клетка очень хорошую имеет мембрану, у нее крепкая, она у нее эластичная и в то же время она у нее сама по себе не зашлакована, она не как вы знаете бывает старый линолеум такой, который просто ступишь на трещит, или покрышки, вот очень хорошее сравнение, колеса, если колесо лежит допустим просто его не использовали 6 или 7 лет его выбрасывать, потому что из него уже масло, которое там есть, оно все уже практически масло испарились, это резина, которая начала трескаться от времени, так вот наша мембрана клетки то же самое, вот у нас билипидный слой в мембранах клеток, сверху липиды, снизу липиды, а сцепка у липидов это как раз омега-3 омега-3 нужно всего грамм-полтора чтобы сцепка была хорошая, это как забор, да, есть, значит, лаги, есть рейки, вот, но нет гвоздиков, а гвоздики это омега-3 очень хорошо сцепляют и мембрана клеток должна быть проницаема при этом, то есть она имеет и эластичные свойства и в то же время она держит на каркасные потому что сколько давления в клетке напишите пожалуйста кто знает сколько давления в клетке будут ли задания на марафоне будут ли удаления с дистанции не выполнить задание нет удаления не будет точно сразу скажу потому что это не какая-то там коммерческая такой проект я не знаю ну как марафоны ведут там такой стресс знаете от этого удаления ни в коем случае никаких удалений здесь будет нормальное общение скажем так все что я знаю я буду рассказывать на своей практике на своем примере потому что у меня само было мы можем познать болезни и мы доктора только через самих себя понимаете у меня само было вес до 105 килограмм доходил сейчас 77 вот поэтому при росте 182 я буду рассказывать что такое золотая формула здоровья поэтому никаких удалений конечно будут задания будут задания очень интересные я сам буду с вами их выполнять потому что все что я рассказываю и рецепты отдаю я выполняю сам и гимнастику выполняю сам и вот этих правил по питанию придерживаюсь и разгрузки так же делаю это все проверено проверено на моем организме вот помните ослабленным ослабленный нарзаном организм вот хирургический организм он реально был ослаблен долгое время работа в больнице ночные смены гипертония была в 42 года развелась здесь лет я на таблеточках находился от давления сейчас я давно уже их не принимаю сошелся всего этого и грыжи диска и операции нужны были делать ничего не делал и операции вылечил себя сам восстановил поэтому рассказываю свои методы никаких удалений не будет так программа марафона будем рассказывать поэтапно этапы очень важны на марафоне очень важны что будем и как делать это будет программа админами нашими готовиться вот она уже практически готова там будут и даже кое-какие записи мы видеозаписи будем показывать в общем будет очень интересно слайды будут интересны но самое главное будет еще раз говорю вот мое живое участие каждый я постараюсь дать вникнуть в ситуацию каждого человека и дать ему конкретные советы по питанию по движению по лимфодрижу по режиму дня и вот самое интересное что к чему я пришел здоровье держится на трех китах вот такая платформа тут здоровье но три ножки первая ножка это питание вторая это движение и третья это ножка сон хороший сон а сон это наше скажем так еще и эмоциональное состояние и поэтому если все три ножки нормально устойчиво то конструкция вся жесткая для чего нам нужно здоровье здоровье товарищи это не сама цель здоровье здоровый организм он всегда начнет что-то придумывать что-то творить здоровье для здоровья нужно нам для творчества чтобы мы могли себя проявить в этой жизни как действительно люди созидающие а очень много времени современного человека энергии уходит на обслуживание его ослабленного тела поэтому наша задача научить вас как можно содержать свой организм в хорошем состоянии в тонусе и в общем-то в современных условиях можно жить в мегаполисе в центре мегаполиса и иметь прекрасное здоровье потому что это не генетика генетика всего 17% это не питание питание всего лишь процентов 20-25 а образ жизни человека то есть не питание не экология а образ жизни человека 67% определяет его состояние здоровья как попасть к нам на марафон 15 килограмм лишний вес это приговор или или чего какой приговор у меня был 30 килограмм лишнего веса это все что такое еще раз если вы слушали внимательно сначала лишний вес это не связки не мышцы не кости это по большому счету слизь либо запакованные в жир либо просто блуждающие еще в лифе вот это это все убирается из человека убирается не липосакции а просто нормальным программ детокса конечно вы не только будете там что-то принимать или не принимать вы будете двигаться двигаться делать лимфодренаж это не так сложно это все элементарно напишите пожалуйста как попасть ну что еще все это все это выполнимо вот вот такая картинка красивая тут помидорчики редисочка огурчики но это просто красивая картинка реально будем подбирать диету составлять для каждого где-то будем посленного исключать буду рассказывать что такая программа 4R 4R современная такая программа очистки кишечника восстановления кишечника вернее да вот буду рассказывать что такое как действует гели алоэ на крипты как они оттуда выгоняют всякую заразу как вырастить свою микрофлору как убрать кандиду нужны ли противокандидозные препараты или не нужны почему мы их не применяем вот и как нам наладить показатели хорошей работы почек и кишечника сколько воды пить когда пить в каких условиях какой пропорции все об этом будем рассказывать скажу только одно что готовых рецептов для всех поголовно не бывает для каждого будем подбирать идеально мне хватит спокойно на 100 человек без проблем вот мы за месяц со семьей поработаем вопросы пожалуйста напишите свои вопросы еще стоимость марафона товарищи это тут админы у нас есть напишите стоимость марафона вот 500 рублей да 500 марафон 500 рублей мы скажу так что думали обсуждали сколько сделать стоимость 2000 1000 рублей ну знаете сейчас не те времена когда люди могут 1000 рублей в бюджете там 17000 это большое значение имеет согласитесь да вот но мы постарались сделать так чтобы это было доступно для большего круга людей подытожьте про коронавирус давайте про все вирусы давайте про все вирусы сразу согласны вот коронавирус это такой же вирус что он ищет он ищет ослабленную клетку еще раз если мембрана слабая если сама клетка говорит почистите меня если межклеточное вещество забито слизью и нарушена лимфоток то есть реология крови лимфы нарушена тогда призывается вирус из внешней среды клетка сама его впускает почему одни люди болеют а другие не болеют кому надо почиститься те болеют кому нет те не болеют вот и все и тогда вирус заходит в клетку пробуравливает мембрану но рнк вируса встраивается в цепочке производства где где производится белок в клетке также делаются нарушается синтез нормального белка и делаются производится вот этот вирус то есть получается как это правильно назвать ну подмена подмена идет подмена в клетке вот производство нормальных белков и делаются вирусные клетки дальше вирусные клетки наполняют ее и начинают ее покидать когда они ее покидают они делают новые дырочки да через эти дырочки выходит пар это я условно очень условно но примерно так и есть вот пар излишнее накопление сколько давления в клетке мне никто не написал сколько давления в клетке забейте в гугл да посмотрите сколько давления в клетке вы ужаснетесь Вы не качайте в шины Никогда, потому что шина лопнет Сколько мы в шины качаем? 2,2 А давление в клетке 7,6 атмосфер Когда мы будем понимать, что вообще происходит Как вирус действует Коронавирус, он тяжелый вирус Если вы хотите узнать, как руки мыть Протирать, ручки дверные Да, это помогает Это помогает вообще обычное правило гигиены И лучше не полотенцем многоразовым А одноразовым бумажным полотенцем Но опять же, если у вас есть задержка жидкости и слизи в организме Запишите, пожалуйста, формулу Себя все проверьте Рост минус 100 Равно вес Это формула здоровья Рост минус 100 Равно вес И минус еще 5 Или лучше 7% Это золотая формула здоровья Вот если вы выкладываете золотую формула здоровья Вообще ничего не страшного Точно абсолютно При условии, что у вас еще хорошие мембраны Так? Хорошая сцепка Омега-3 Хорошее количество фосфолипидов Серы в мембране Вот Хороший запас витаминов в организме Потому что витамины Это кофакторы наших ферментных систем Очень хорошо идет метаболизм Он быстро идет Хорошая реология лимфы Да? Вот Жидкость Текучесть Вязкость Это показатели Вот Лимфы Да? И вообще Если позитивный человек Вы думаете о хорошем Вам это вообще ничего не страшного 7 атмосфер Молодцы 7 атмосфер Вот Огромное спасибо Я знал, что каждому человеку нужно индивидуально подбирать программу очищения Но до вас Многие диетологи с этого Ту или иную диету Противопозитарные Всем не на кого Системы Выдуждать с нетерпением Марафон Вот Мы Обязательно будем именно Разбираться Потому что Все очень Все очень индивидуально И основная задача марафона Понимаете Да? Не мы Тут какие-то вот знания Рассказать Вот У меня в интернете В инстаграме там посты есть Я там Я свои мнения Мысли какие-то пишу Здесь задача Вам включиться И подумать Что вы можете улучшить у себя А соответственно В своих семьях Поменять Какие вот вы Новые Еще раз Не знания Не информацию Этого полно сейчас Да? А что вы будете применять? Именно Какие Скажем так Методики Вы возьмете За основу Своей жизни Смотрите пожалуйста Вот такой вопрос Да? Мы зубы все чистим? Ну уже наверное все Да? А ведь когда-то казалось Это же была прерогатива Каких-то Наверное Ну Может быть избранных А может какой-то части людей Так Сейчас все уже знают Что надо чистить Правда чистить неправильно Большинство Но чистят Так вот Свой организм И так же надо чистить У кого есть скребок Поднимите руки У кого есть скребок Для языка Вот У вас есть скребок для языка? Вот Вот смотрите У меня тоже он появился недавно То есть я тоже об этом Стал задумываться А что такое скребок для языка? На язык утром выбрасываются все токсины Точек на Возьми Бери просто И все Так просто Ну Так Вот Вот это очень важно Поэтому будем Цель марафона Это Навыки Практика И навыки Которые вы можете взять с собой В вашу дальнейшую Здоровую Счастливую жизнь Вот Еще вопросы Какие-то есть? Нет? Так что закругляемся Следующий вебинар У нас планируется в четверг Это какой день Число Какое? Не 19 Случайно 19 Не могу точно сказать Потому что 19 Должен быть в Краснодаре Поэтому Короче Планируем Дадим оповещение Когда будет Вебинар Вот Мы сейчас просто Так сказать Налаживаем Вебинарную комнату Только недавно открыли Мы вообще В этом деле Ну не было такой необходимости Потому что У меня прием В Дельфин В Ленинжике В Новороссийске В Кирове В Перми В Москве Бывает Но Сейчас Мы поняли Что нужно уже Вот Идти в онлайн Так сказать И Технически Сейчас Какие-то вопросы Решаем Вот И так все просто сделать Спасибо огромное Вам спасибо Что дослушали до конца Приведите своих знакомых И начинайте Начинайте что делать Начинайте готовиться Потому что Заводите тетрадочки Будем записывать Вот И будем Ватсапе Да Ватсап заводите Ватсап Заводите В телефонах Делайте Свои аккаунты Ну что Туда будем Много посылать У нас уже Много наработок Как Чего И Сделать Вот Одно могу сказать Что Есть Вещества Которые Хорошо Чистят Организм Плечатка Хорошо Есть Способы Вырастить Микрофлоры Есть Улучшают Реологию Лимфы Вот Но Только Комплексный Подход Питание Движение Сон Двигаться Будете Сами Мы будем С вами Тоже Двигаться Но Лимфодренажу Будете Учиться И делать Лимфодренаж Мега Крутой Доктор Спасибо Забинар Вот Значит Давайте Я вам Что скажу Насчет Доктора Я Сам Пошел В медвест По Действительно Не потому Что Там Это Больше Платят Или Как-то Вот Такой Выбор Выбор Потому Что Действительно Это Мой Сознательный Выбор Там Все Этапы Я Прошел Санитар Медбрат Потом Алинатор Хирургического Деления Следующее Деление И так Далее Вот Но Сколько Хочу Сказать Что Значит Доктора В обществе Это Не Бежать Вдогонку За Болезнями И Там Что-то Отрезать Как-то Перешивать Шивать И так Далее Это Это Все Не То Основная Задача Доктора Это Заниматься Профилактикой Чтобы Не допускать Развитие Сложных Болезней Мне Как хирургу Очень Понятно Чем Может Закончиться То Или Иное Отклонение Состояния Здоровья И Та Или Иная Степень Зашлакованности Вот На самом Деле Скажу Что Все Можно Отматывать Назад То есть При Любой Стадии Мы Сейчас Берем На Лечение Коксартрозы Четвертой Степени Начали Брали Артроз С Забедренного Сустава Очень Сложно Когда Операция Показана Начали Брали Второй Второй Брали Третий Четвертый У нас Вот Есть На Российский Четвертая Степень Коксартроза Вчера Вы Ходит Ходила Полтора Километра Сейчас Находит Километров Пять Шесть Проходит Прекрасный Внешний Вид Все Она Ей Уже Операция Три Месяца Назад Была Сделана Она Пришла На Лекцию Как-то Послушала Потом Мы С ней Практиковались Программу Именно С ней Составили Но Женщина Жила Так Вот На Четыре Недели Спасибо Сочи Сочи Ну Как Мы Без Сочи Конечно Вот Значит На самом Деле Мы С всей Страной Нормально Потому Что Во многих Городах Я Был Лично И скажу Что Прекрасный Город Да Все Прекрасные Города Каждый Город Интересен По-своему Если Наша Страна Как-то После Нашего Марафона Может Измениться К лучшему То Мы Будем Переподывать Все Усилия Для Этого Вот Приглашайте Всех Одному Скажу Честно Очень Сложно Делать Я Это Проходил Сам Вот Программы На себе Когда Писал Я Сам Это Проходил В одиночке Но Когда Мы Вместе А Особенно Особенно Хочу Подчеркнуть Семейных Людей Это Скажем Так Лучше Делать Когда В семье Когда В семье Поддерживают И понимают Потому Что Привычки Нужно Вырабатывать Вместе Вот Они Должны Быть Едиными Вот И тогда У нас Действительно Будут Мы Увидим Изменения К лучшему Здоровье Каждого А так И в обществе Отношения У нас Между собой Улучшится Тогда Наша Страна Действительно Будет Снова Великой Сильной Страной Россией Которая Всегда Гордилась Своими Крепкими Людьми Вот Твери Ждем Ну Вот Всем счастья Здоровья Любви Удачи И благополучия Пусть у вас Будет Все хорошо В ваших Семьях Все будет Хорошо Вот И у нас В стране Все будет Тоже Хорошо С вами был Доктор Галаков Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует